Ну поскольку было сказано, она названа одна Ирина, есть другая Ирина, которая пишет стихи, одно стихотворение можно? Стихотворение? Да. Я не готовилась, совершенно не думала. А что вы хотели? Я уже один раз обмешулился, я чуть не прилично не засмеялся, когда Наташа напомнила про горшок. Я-то смеялся, когда она мне это рассказывала, а тут забыл. Ну я не знаю, я не готовилась, совершенно не думала. Скажите что-нибудь другое, то, что вы хотели. Что хочешь? Не думала, не думала. Дамы и господа, у меня к вам просьба. Я почему-то вот каждый раз на вечере я кого-нибудь оставляю обиженным, это мне самому очень обидно. Кто-то, кто-нибудь захочет, так вы поднимите заранее палец, мы дадим вот Илья, у вас слово все-таки скажет, но по поводу, вы даже обидите, но после или нет, после или нет. Ну я хочу сказать, что у меня очень, я вообще даже не с зала приеду, я сюда, я живу в Хайфе, дорога длинная, но я тут очень много совершенно неожиданных и интересных для меня вещей узнала. Во-первых, я тоже учитель, и тоже английского языка, и у меня тут много коллег. Мало этого, у меня тут есть еще и одна фамилица, Наталья Евчуновская, а я Ирина Евчуновская. И может быть родственница. А может даже и родственница. Да, по-моему. Я поэтому даже не писала стихи когда-то в детстве, то это делала все в тайна, в стол, потому что столкнулась тем, что мне каждый раз говорили. Ну, признайся честно, это же папа за тебя все написал, а ты, мол, ну, дочь, как говорят на детях, природа отдыхает. И я решила, что мне не нужно заниматься поэзией и прочими такими делами, и пошла в педагогический институт на факультет романа германской филологии, и преподавала всю жизнь английский язык. А уже издавать свои книги, писать, и все началось здесь, в Израиле. И вот, и что еще интересно, что тут есть, я пока не помню имени вашего, вы занимаетесь поэзией перевода, да? Я могу говорить. Да, а у меня вот вышел сейчас, в прошлом году, спорник перевода. Это с английского, с иврита на русский, и с русского на английский, и на иврит. К сожалению, у меня с тобой только две книжки, но вот есть такое. И я не знаю, может быть, если еще не устали, я прочту. Тут есть авторы, которые, в общем-то, писатели для детей, американский автор, доктор Сьюз такой есть. Дети, которые читают на иврите, знают его поэзию «Кот в шляпе», «A cat in the head». Вот, на английском, эта сказка переведена на иврит, а русскоязычные дети не знают эту сказку. Ну, если у вас, наверное, вы потерпите, я прочту хотя бы отрывок. Да, не рады, совсем немножко, пять минут, три минуты. Три, наверное. Да, три минуты. Называется «Крашенный омлет». Кто не знает, что я Сэм? Да, я Сэм, я Сэм, я Сэм. Ты откуда и зачем? Что такое Сэм, я Сэм? Может, ты не Сэм, а ты хочешь крашеный омлет? Нет, крашеный омлет не ем. Понял, Сэм, я Сэм, я Сэм. Можешь съесть кусочек в доме, можешь прямо на соломе, можешь сидя на полу или с мышками в углу. Говорю же, нет и нет, я вообще не ем омлет. Я не ем его ни в доме, ни в углу, ни на соломе. С мышками, конечно, нет, что за крашеный омлет. Сэм, никогда его не съем, слышишь, Сэм, я Сэм, я Сэм. Можешь съесть его в беседке, поделиться с птичкой в клетке, или вдруг пойма в лесу, пообедать с ней в лесу. Можешь, можешь в огороде, можешь в доме и в походе, можешь и на табурете, можешь в фляпе и в берете. Поезд, поезд, хочешь съесть, можешь в поезде поесть. В поезде? Еще раз нет. Сэм, не съем я твой омлет? Я не съем омлет в беседке, ни в лесу, ни в птичке в клетке, ни за что, ни в огороде, ни в доме, ни в походе. Нет, не съем на табурете, нет, ни в шляпе, ни в берете, ни в степи, ни на воде я не съем омлет нигде. Никогда его не съем, понимаешь, Сэм, я Сэм. Хочешь там, хочешь здесь, почему бы не поесть? Этот крашеный омлет, он и завтрак, и обед. Не хочу ни там, ни здесь, Сэм, не знаю, что мне есть. Сам знаешь, что я в нигде есть. Ну попробуй, будь откусить, только раз, сколько раз тебя просить. Ну попробуй хоть кусочек, хочешь днем, а хочешь ночью. Хочешь дождик, хочешь зной, ну попробуй, что с тобой? Ну попробуй, тогда скажешь всем, что за еда. И тогда скажешь всем, вот это да, это блюдо непростое. Сэм, оставь меня в покое, и тогда кусочек съем. Ну иди подальше, Сэм. Я попробовал, ну да, очень вкусная еда. Этот крашеный омлет, он и завтрак, и обед. Им теперь питаюсь в доме, во дворе, и на соломе, на диване, на полу, и с мышатами в углу. Я его и там, и здесь, почему бы не поесть? Съесть омлет могу с беседки, поделиться с птичкой в клетке. А могу поймать в лесу, пообедать с ней в лесу. Съесть могу на огороде, и в такси, и на пароходе. Я в омлет на табурете, я ему в шляпе, и в берете. Если нужно в пояс сесть, я и там могу поесть. Я на суше, на воде. В общем, я в омлет везде. Я везде, в него влюблен. Потому что вкусный он. Говорю об этом всем. Ой, спасибо. Сэм я, Сэм.